Мы хорошо знаем команду хозяев, уважительно относим к ним, я имею в спортивном плане. Несмотря на то, что нам удачно складывалось в начало игры, это и голое удаление, но тем не менее, то, как команда организована, и как они справились, непросто для себя ситуация, лишний раз подтверждает, насколько это разбалансировано, как выстрел на коллектив. Нам же это в какой-то степени такое активное и результативное начало. С одной стороны, эмоционально дополнительный заряд дал, а с другой стороны, хозяева сумели быстро перестроиться, а вот нам в плане использования лишнего игрока или даже пространства, которое в этом случае получалось, для этого нам пришлось дожидаться перерыва, перерыв уже делал какие-то замечательные перестановки и так далее. Думаю, в целом, с учетом того, как игра началась и проходила, наверное, закономерный ток и чел. Николай Иванович, кто из футболистов «Газовика» лично оставил больше прогресса в Сибири сегодня? Ну, я не случайно начал с того, что уважительно мы относимся как к спортивному коллективу, потому что ровный, выстроенный коллектив и результаты прошлого сезона, и начало этого сезона об этом говорил. Естественно, мы, готовясь к игре, в общем-то, знали и об игроках, и предполагали, как будет строить игру в первом тайме, в общем-то, ну и как следствие даже голод Апаев нам создавал, в общем-то, определенные проблемы. Ну, в целом, еще раз говорю, что ни своей, ни нашей, ни команды соперника выделять не хочется, потому что у вас ровно организованная команда, а у нас, как бы, не все складывалось так, как хотелось бы, поэтому пришлось перестаривать. В данном случае, почему я сказал, закономерное, ну, на мой взгляд, результаты, то, что, в общем-то, два коллектива по ходу игры сумели у одних в одной ситуации перестараться, у других в другой ситуации, то здесь, можно говорить, спортивный коллектив. И грамотность, наверное, коллектива. Какие Сибирь поставила задачи в этом сезоне, и ничья с «Газовиком» на выезде достаточный результат? Ну, скажем так, такой задачи там какой-то, вот там вот быть только на пике, ее нет. Мы, может быть, для себя, в большей степени, вот эту задачу ставим лучше, тренинг зато прошлого сезона. Ну, а ситуация то, как складывалась сегодняшняя игра, допустим, для начала игры, это, можно было бы сказать, что хотелось бы здесь и большего, ну, вот так складывалась ситуация. Но потом, как она складываться начала по игре хозяев, я думаю, еще, я просто лично раз повторяю, я думаю, что с учетом всех перебитий игры, это закономерная ничья. Спасибо. Есть вопросы? Спасибо. Удачи вам. Удачи вам с вас информацией. Таким, Ролик Геннадьевич, главный тренер футбольного клуба «Газовика». Ролик Геннадьевич, ваше мнение о сегодняшнем матче? Ну, играли в десятером, полтора тайма, но до гола пропущенные имели преимущества, имели моменты. Правильно двигались, правильно играли, но затем гол со стандарта, со штрафного, такое, с ошибки вратаря и плюс удаление. Мы знали, что Сибирь играет на контратаках, вот такие контратаки и получили, я имею в виду, когда было удаление Андреева там. В целом-то команда, понятно, что проявила характер, вы все это видели, потому что в десятером, на мой взгляд, в десятером был у них один там стопроцентный момент, да, и я считаю, что мы их от игры контролировали, потому что даже в конце, мне кажется, Сибирь не смогла даже какой-то навал сделать, потому что мы правильно двигались, здесь правильно боролись, было много перехватов и было много там контратакующих действий. Это что касается игры, что касается характера, я уже сказал, есть характер, но также есть и умение, и мастерство, что мы сегодня продемонстрировали. В целом-то я могу сказать спасибо, я горжусь командой, потому что сумели перестроиться без подсказок, стали правильно действовать, правильно двигаться, очень много двигаться, выигрывать по льву, и еще раз скажу, мне наша команда нравится, и сегодняшняя игра мне понравилась. Известно, что с коронного? Нет. На позиции нападающих серьезная конкуренция, как вам Апайев с первых минут игры, и выйдет ли парс в ближайшие матчи? Я не знаю, кто в ближайшем матче выйдет, потому что у нас целая неделя до следующей игры, и у нас есть целая неделя подготовки, у нас есть Апайев, у нас есть Кабялка, у нас есть нападение еще и Хазов, которые на этой неделе, на следующей неделе приступят к тренировкам в общей группе, надеюсь. Барсов у нас теперь крайне нападающие, поэтому как центральный нападающий, ну, наверное, в крайнем случае, потому что очень уж хорошо выглядит и Апайев, и неплохо в сегодняшней игре, и, ну, естественно, и Кабялка, и основной урок. А кто будет рад в следующей игре, мы определим за этой неделе. Вопросы? Нет вопросов? Спасибо. Спасибо, как у тебя вопросов? Тебя не отлично.